Космическое партнерство. Казахстан и Франция укрепляют деловые связи в этой отрасли. Сегодня в Можелесе депутаты рассмотрели законопроект об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Отмечу, что первый казахстанский спутник КАС-ЭОСАТ-1 изготовлен по заказу Казахстан-Харыш-Сапары французской компании и запущен в космос почти год назад. Новости космической отрасли готов нам рассказать мой коллега Саби Байбусинов. Сейчас он находится в Можелесе. Саби, добрый день, вам слово. Спасибо, Эльвира. Добрый день. Как говорится, первый год, полет нормальный. Я сейчас говорю о казахстанском спутнике дистанционного зондирования Земли, который бороздит космические просторы вот уже год. Напомню, что КАС-ЭОСАТ предназначен для предоставления полного спектра услуг ДЗЗ, получения снимков с территории Республики Казахстан и других участков Земли. Благодаря этим снимкам, по словам специалистов, будет гораздо легче предсказать и, соответственно, предотвратить стихийные бедствия, провести земельный кадастр, а также картографирование для обеспечения обороны и безопасности страны. Большая польза от этого и в сельском хозяйстве. И как успела отметить моя коллега, этот космический аппарат был разработан французской компанией по заказу «Казахстана Арш Сапара». Отмечу, что в 2009 году в Астане между Францией и Казахстаном было подписано соглашение по использованию космоса в мирных целях и по созданию и использованию в нашей стране сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. И о ситуации на сегодняшний день нам расскажет депутат Можилиса парламента Республики Казахстан Турарбек Асанов. Турарбек Можилович, расскажите, пожалуйста, что сейчас со сборочно-испытательным комплексом космических аппаратов, на какой стадии строительства он? Как было сказано, в 2009 году между правительством Республики Казахстан и Французской Республикой было подписано соглашение о создании и использовании космических систем дистанционного зондирования Земли. Это соглашение было ратифицировано в 2010 году, но между национальными компаниями Гарш-Сапара и французской стороной Астром-Сас был подписан договора на работу 69,6 миллиардов тенге. Эти работы все это выполнены. Единственное, было упущено здесь, не было предусмотрено освобождение французской стороны от НДС. Как раз в 2014 году, когда сюда посетил президент французского государства Алан, был подписан протокол. Сегодня мы как раз этот протокол ратифицировали. Этот протокол предусматривает освобождение НДС французской стороны за выполненных работ. Но сегодня у нас уже создана эта космическая система с зондированным. Он работает, можно сказать. Теперь мы можем это после подписания нашего сегодняшних ратификаций, мы, наша сторона полностью будет использовать этот спутник. Он будет передан баланс нашему государству, и мы можем решить все коммерческие вопросы и внутренние наши необходимости. Как ранее вам было рассказано, он будет использоваться в нашей оборонной промышленности, а также для сельских хозяйств, для создания картографии. Все это, многие вопросы будут решены. Вы предотвратили мой вопрос, а Казиосад, уже известно, что он год в космосе. Получаем ли сейчас мы какие-то снимки, есть ли заказы? Уже есть 10 соглашений из других государств. Выполняются наши внутренние заказы, уже работает он. Теперь он, как станет нашим собственным аппаратом, тогда мы можем его использовать в коммерческих силах. Вот, которые я говорил, в 10 соглашений уже подписаны. И я думаю, в дальнейшем развитии получат и коммерческие, большие задачи будут выполнять. И он, думаю, будет окупать все затраченные суммы. А вот какое время займет подписание соглашений еще? Ну, то есть, когда мы уже в собственность получим этот Казиосад? То есть, есть какой-то промежуток временной? Ну, это уже ждали ратификации. Я думал, это не за горами. Поэтому это спутник, можно сказать, после нашей ратификации, это будет уже нашим спутником. И выполнять будут наши внутренние государственные вопросы. Сегодня ваших коллег интересовал вопрос, они задавали его господину Мусабаеву. Почему именно Франция была выбрана в наши партнеры? Ну, это тоже очень современный аппарат. Также они выпускаются и в других государствах. Но по стеновой политике и по другим технологическим вопросам нас устраивает именно эта французская сторона. Спасибо большое, Турбек Мажилович, за ваши ответы. Ну, а мы будем следить за развитием событий. И я добавлю, что сегодня на заседании депутаты отметили, что на развитие космической отрасли за последние 10 лет в Казахстане было потрачено порядка полутора миллиардов долларов. И у меня на этом все. Эльвира, вам слово. Благодарю, Саби, за подробную информацию. Напомню, на прямой связи из Мажилиса был мой коллега Саби Байбусинов.